всем привет с вами кекс и продолжение дрожжевом тесте хочу показать мега вкусное дрожжевое сдобное тесто подойдет оно для любых рулетов булочек и всего тому прочего можете записать здесь состав и я оставлю в описании под видео еще то что нам понадобится ингредиентов здесь не так уж много сдобное дрожжевое тесто я делаю всегда всегда на сметане она тогда намного вкуснее чем просто на молоке вот но молоко нам здесь нужно и для того чтобы развести дрожжи то есть здесь как раз получается 50 на 50 125 грамм молока и 125 грамм сметаны вот я в чашечку выливаю 125 грамм молока и в микроволновке сейчас чуть-чуть подогрею чтобы дрожжи распустить пользуюсь я всегда вы уже наверное знаете живыми дрожжами для того чтобы они у нас начали работать я добавляю из общего состава одну столовую ложку с горкой это где-то 25 грамм сахара перемешиваю чтобы сахар начал растворяться и теперь в это молоко теплое мне нужно добавить дрожжи не делайте сильно горячее молоко потому что дрожжи просто умрут это маленькие живые организмы они умрут я отрезаю где-то 20-25 грамм дрожжей сюда вот я если честно чтобы вы были уверены в своей выпечке ну не советую пользоваться сухими дрожжами они не так подойдут хорошо как живые нормальные дрожжи которые в сроках пойдите в магазине есть сейчас продаются маленькие пачечки по 30 грамм и купите лучше живые дрожжи понятно если выхода нет то пользуйтесь сухими но мы вам огромный совет пользуйтесь живыми дрожжами так это мы размешали отставили мы пока дрожжи чтобы они у нас начали бродить тем временем я достала масло я буду использовать 100 грамм масла масло у меня из холодильника поэтому я его буду тоже растапливать микроволновки собственно тесто делается очень быстро и я не люблю заморачиваться очень долго поэтому у меня все быстро быстро с холодильника я подогреваю немного в микроволновке масло я хорошенько подогрела ну как сказать хорошенько чтобы она у меня растаяла не просто как бы размягчилась а растаяла и сейчас сюда я просто добавлю уже сметану и она от температуры масло у меня подогреется дальше сюда я добавляю оставшийся сахар вот это где-то еще три полных ложки с горкой но так как я люблю сладенькая то я добавила еще пол ложки вот в стандартном рецепте 100 грамм масла в общем то есть 25 грамм в молоко и 75 грамм в основную массу как бы мы добавляем вот но я еще туда грамм 20 добавляю и теперь сюда же я добавляю 125 грамм сметаны она у меня тоже была из холодильника и чтобы просто при замесе не было контакта с дрожжей с очень холодными температурами поэтому я как бы добавляю смешиваю чтобы она все стало ну если не комнатный то как бы ну такой не холодной температуры может слегка тепловатой может комнатный ну как бы чтобы не было сильно холодно он как в аптеке полная 125 грамм и сюда же сразу ванильный сахар ввожу так эта смесь у нас готова ее можно чуть-чуть перемешать чтобы масло отдало свою температуру сметане я смотрю мои дрожжи начали хорошенько бродить это буквально вот вы видите минута прошла и дрожжи начинает он уже пениться надо работать очень быстро осталось еще взвесить муку то сейчас мои дрожжи начнут вылазить так быстренько быстро 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 я муки сразу возьму отвешиваю 600 грамм а потом просто буду остальные 50 грамм блин забыла тару отвесить потом остальные 50 грамм я просто при замесе руками уже буду добавлять во первых мука бывает разное вы уже знаете во вторых яйца бывают разного размера и все остальное прочее ну то есть чтобы не забить тесто поэтому вначале я добавлю 600 грамм остальные 50 грамм посмотрю если у вас будет через чур жидкое тесто и вам будет совсем неудобно с ним работать добавьте чуть-чуть больше муки потому что это тесто эластичное но очень но вы видите она мягкая и приятная вот и но чуть-чуть менее плотная как дрожжевое которое мы на пирожки делаем вы видите уже дрожжи мы и начали вылазить по полной программе прошло буквально там две минуты и не начали пениться с сухими дрожжами у вас такого эффекта не будет вот поэтому я великий агитатор живых дрожжей так сюда же сразу я добавляю масло со сметаной но уже чуть-чуть подогрелась поэтому она уже не холодная моим дрожжам не так страшно вот и принципе можно оставить на замешивание я воспользуюсь сначала кухонным комбайном а потом уже дальше перейду на замес руками мне просто удобнее будет здесь показать она уже вымешивается и я по одному сюда ввожу яйца вы точно также можете делать это абсолютно без проблем ложкой лопатка деревянная очень удобно вначале поэтому без проблем так и все в общем оставляю на две минутки чтобы она у меня тесто собралась комок или замесилась вот еще забыла сказать нужно добавить щепотку соли сюда небольшую щепотку но всегда добавляете и даже в сладкую выпечку это обогатит вкус любой выпечки любого всего в общем везде добавляйте рамульку соли все собственно я смотрю что комбайн основную массу меня вмешал и мне дальше будет проще работать руками причем дрожжевое тесто любит работу с руками поэтому буду буду дальше руками вот то что я говорила эти приблизительно 50 грамм я подпыляю на стол себе вот смотрю что тесто просто у меня такое мягкое что если не подпылю стол то она у меня все пристанет сразу и вываливаю свое тесто на стол вы видите она такое ну мягкая кто работала и делала пасхальные куличи то тесто практически такое же то есть ну вот практически она и пахнет также замечательно как пасхальный кулич и на ощупь она такое же нежное и мягкое то есть ну очень похоже по по своим свойствам единственное ну вы уже там ближе к пасхе посмотрите какие куличи делала я в прошлом году вот и там уже будете видеть ну в общем и сюда я вмешиваю свою маку так как тесто еще раз повторюсь у меня довольно мягкое я буду вмешивать сюда всю муку еще чтобы сильно его вроде и не забить и чтобы она не прилипала к рукам при замешивании можно взять и есть слегка руки увлажнять растительным маслом буквально по капельке можно в тарелочку себе налить но нам потом еще пригодится когда мы будем формировать сами булочки кстати забыла сказать я дальше покажу несколько вариантов как можно разные булочки делать то есть булочки рулетики без разницы то есть с этим тестом как бы что делать с начинкой и без то есть это тесто очень вкусное и само по себе но и с начинкой она просто великолепно с любой с яблочиной с корицей с орехами с маком со сгущенкой просто великолепные вот вы видите тесто мягкая нежная она такое я ну сказала очень даже мягкая вот просто приятное и пахнет безумно вкусно просто очень безумно вкусно пахнет так сейчас нам нужно наше тесто оставить подходить для того чтобы она мне не пристала в моей емкости я где-то приблизительно в общем столовую ложку растительного масла на свою емкость выливаю и смазываю просто чтобы мое тесто не пристала и потом его было удобнее достать и отправляю туда свое тесто тесто у меня будет подходить теплая комнате где-то час ну может часто 10 что-то такое вот у нас уже осень отопление вот еще не включили на тот момент и поэтому я включая на самый маленький газ духовку и просто сверху оставила свое тесто там где нет сквозняков и вот она на час час десять у меня отправилась подходить тем временем я не знаю как называется это в россии у нас это мясорубка мрия я через нее пропустила 150 грамм мака это можно сделать в кофемолке но если вы будете делать маковую начинку сами то лучше ее все-таки как бы измельчить тогда высвобождаются такие маковые масла и он намного вкуснее сюда же я добавляю одно крупное яйцо вот или здесь у меня получается было два желтка и один белок остатки от от предыдущей выпечки вот и в равных количествах сколько я грамм мака перетерла столько сюда добавляю и сахар если у меня было 150 грамм мака я насыпаю сюда и 150 грамм сахара вот собственно практически наша начинка готова практически это еще не все мак мы перемешиваем с сахаром это просто чтобы была эта начинка вкусная яйцо нам здесь нужно для того чтобы маковая начинка у нас не высыпалась не распадалась полностью как мы будем кусать нашу булочку вот но и чтобы мак стал такой с нежной и сладковатый нужно добавить сюда немножко молока я молоко добавляю добиваясь нужной консистенции то есть можно добавить как столовую ложку так можно добавить сюда там и 30 грамм то есть смотрите просто чтобы у вас не было конечно жидкая такая масса но она должна как бы если вы горку берете ложкой то это горка не должна не плыть у вас не рассыпаться но вот я сейчас покажу когда уже добьюсь просто так и плоховато видно просто черная масса и все сейчас вот буквально еще чуть-чуть молочка добавлю и покажу вам что у меня вышло то есть это такая ну она стоячая это масса вот вы видите она стоячая тверденькая вот но в то же время она будет хорошо намазываться и как бы она такая сладкая и приятная мак готов еще вот у меня будет вареная сгущенка в моих булочках я себе в тарелочку налила растительного масла для того чтобы смазывать руки и скалку для раскатывания своего теста чтобы не забивать его мукой можно припылять мукой если вам так будет работать удобней делайте с мукой но я чтобы не забивать тесто вот посмотрите тесто подошло где-то почти в три раза подходит оно немножко медленней и чуть меньше чем тесто которое мы делали на пирожки не сдобная потому что в этом тесте намного больше жиров здесь и сметана здесь и масло поэтому дрожжам немножко сложнее как бы его поднимать тесто тяжелее вот но но соответственно и вкуснее если вы сделаете просто на молоке и то конечно но не будет таким вкусным тесто я обмяла еще у меня отдельно в тарелочке одно яйцо я его я не буду смазывать свои булочки перед тем как отправлять в духовку ну и здесь собственно покажу несколько вариантов какие можно сделать булочки я специально еще потом покопалась в интернете нашла картинки с разрезом ну сбоку как бы чтобы нагляднее было видно что именно я делала и как ну то есть я вам сейчас покажу и еще потом покажу картинку как это выглядит в разрезе так сказать смотрите я раскатала лепешку неважно берете отрываете просто сколько вам нравится вы можете взять как большие так и крохотные я делаю довольно крупные чтобы было вам лучше видно вот можно делать такие маленькие то есть есть и накрутить таких маленьких рогаликов я скрутила вы видели трубочку вот тут только нужно швом вовнутрь и два конца сложила вместе не дорезая до конца разрезаю пополам и складываю можно как в разные стороны или вот такое вот сердечко сейчас покажу как это должно выглядеть в более замедленном хотите поставьте на паузу здесь вот складываете разрезаете и у вас получается такое сердечко можно пожалуйста делать с корицей можно такое сделать с творогом очень будет классно вот я делала такое еще с орехами тоже орех орехи были у меня грецкие туда чуть-чуть сахарка яйцо и ну так вот как бы немножко измельчала как мак типа вот и делала такую ореховую начинку что тоже было мега вкусно очень классно так следующий вариант он очень похожий только делаем и уже типа бабочки что-то то есть у нас будет такое двойное сердечко точно так же я начинки накладываю очень много начинки не ложите чтобы у вас не размок и не разлез ваш рулетик здесь единственное мы не два конца берем вместе а мы два конца берем вместе но складываем их как бы внутрь подковкой то есть и подковку эту под низ и надрезаем с двух сторон не полностью до конца прорезая до средины и и разворачиваем на две стороны точно так же сердечком просто взяли и оп развернули и вот получается у нас вот такая вот бабочка маковая так это тоже отправляем на противень вот как это выглядит сбоку так следующий вариант так что у нас сейчас следующий вариант следующий вариант смотрите тоже начало у нас плюс-минус одинаковое то есть маковые штучки у нас плюс-минус одинаковое я еще кстати сделала здесь обычных рулетиков тоже вот так вот скручу и разрежу потом на маленькие такие делала маленькие маковые булочки буквально там сантиметров по 4 по 5 в ширину вот такой от рулетик скрутила и порезала там по два с половиной сантиметра плюс она подошло в духовке и стали такие по 4 по 5 сантиметров маленькие булочки у меня папа от них в восторге так вот в общем здесь мы сделали то же самое что и в предыдущих вариантах только здесь мы разрезаем вот так вот в длину не дорезая до конца вот и выворачиваем чтобы маковая была как бы на лицо чтобы больше было видно маковые вот это вот слоёности и и вот таком мы заплели косичкой и вот такую свернули бубликом и тоже отправляем в духовку выглядит это приблизительно вот так вот это вот кстати по моему фото с корицей если я не ошибаюсь вот тут сам прикол в том что надо именно вот этими слоечками выложить наверх чтобы было очень красиво так следующий вариант так что у нас следующий вариант ага мы можем сделать еще такую штучку только это у нас уже будет с маслом я хотела сделать с маком но у меня мака бы тогда на булочки не хватило просто вам покажу как можно завернуть на сюда можно точно так же сделать с корицей с маком как бы это просто получается такая что-то похожа на слоеную даже не знаю просто булочку я бы сказала такими можно делать булочки так и нам теперь нужно вот раскатали мы везде вы видели я беру и произвольно раскатываю никогда день ничего не подрезаю ровненько здесь ножом или вот как у меня удобно очень ножом для пиццы если у вас есть я делаю полосочки произвольной толщины у меня здесь где-то не по пол сантиметра по 7 миллиметров ну где-то вот так вот абсолютно произвольно и сбоку начинаю скручивать такую как бы сигару вот и получаются такие завитки наискосок и теперь этими завитками я скручиваю вот такую вот булочку если бы оно было с корицей или с чем-то темненьким то есть оно было бы лучше видно ну вот выглядит это приблизительно вот так вот так еще это яйцо которое я говорила что я буду смазывать сверху я просто хочу сейчас сделать одну булочку со сгущенкой я кстати делала когда-то такие же самые булочки с заварным кремом очень прикольно получается только крем надо делать начале не жидкий чтобы он у нас сама начала не начал выплывать и потом он еще чуть-чуть припекается еще становится поплотнее меня муж в восторге от таких булочек он любит все с кремом одну треть я вы видите лепешки своей надрезала у меня такая она продолговатая можно делать полностью круглую ну и как бы симпатично удобнее работать если она будет полностью круглая ложу вовнутрь сгущенку и получается из вот этих двух трети которые целы нам надо как бы склеить такой вареничек полностью закрыть сгущенку чтобы она у нас не выбегала потому что я там не везде была заклеила меня немного побежала сгущенки изнутри и эту часть я смазываю яйцом я смазала ее яйцом именно сейчас только потому чтобы она у меня блестела как бы внизу а вот эти верхние штучки остались не блестящими но если вам абсолютно без разницы то вы как бы полностью отправлять ну скрутили отправляете подходите потом уже смазываете маслом я свернула подковкой эту штучку можно ее сделать ровной вот кстати по моему фото это если я не ошибаюсь это с яблоками фотография девочка делала вот что еще хочу показать из этой же серии а ну девочки уже наверное кто кто-то делал может таким способом сосиски в тесте я таким способом делаю булочки то есть иногда и сосиски в тесте если охота мне повозиться если не охота то то просто закручиваю а так вот сейчас покажу это у нас такая булочка косичка сюда можно довольно много наложить сгущенки у меня кстати сгущенка попалась не очень она как бы не заваривалась а как кипела такая и хотела все время вытекать то есть некоторых булочек она у меня немножко повытекала я вам там покажу там она у меня с цветочков повытекала ну вот попалась просто такая паршивенькая больше этой фирмы брать не буду вот и вы видите я поочередно просто одну вторую одну вторую наискосок закидываю и вот такая косичка у меня получилась эту штучку я оставлю ровненькой также можно делать я еще раз повторюсь сосиски в тесте так обычные булочки я не вижу смысла показывать покажу еще вот такие вот розочки со сгущенкой я делала розочки берете совсем маленький как бы кусочек шарик и раскатываете с него кружочек абсолютно тоже произвольно где-то больше где-то меньше я вас прошу она ничего видно не будет ничего вырезать здесь не надо это очень просто очень быстро и очень много получится и очень вкусно на срединку ложу сгущенку вы видели я надрезала 4 кончика и теперь вот так вот вокруг заворачиваю наши лепесточки розочки также можно делать это и с соленым тестом допустим с начинкой с курицей с грибами вот я так делала с измельченными кубиками яблоками с корицей и вот такие вот розочки отправляю тоже все это добро вот у меня лежит его сверху кисточкой я смазываю яйцом и ставлю в духовку при 180 градусах минут на 30 наверное вот где-то так 30 и смотрю по золотистости чтобы вот такая вот золотая корочка у меня вышла вот ну может 40 зависимости от вашей духовке просто смотрите чтобы она пропеклась и было красиво вот такие вот у меня очаровательные булочки вышли вот мои маленькие рулетики такие кругленькие красивые в общем с этим тестом можно делать все что хотите буду рада вашим отзывам и комментариям спрашивать если вдруг было что непонятно я все отвечу надеюсь что вам понравился мой рецепт ставьте пальчики вверх а с вами был кекс до новых встреч пока пока и вот моя гора булочек улочек 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 Продолжение следует...